В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. На здании детского спортивного клуба «Орленок» в Бидном появилась мемориальная доска, посвященная нашему земляку Дмитрию Зернову. В Бидновском ЗАГСе чествовали юбиляров семейной жизни. Вы сохранили любовь, семью и верность. В детской школе искусств поселка Развилка прошел ежегодный конкурс «Времена года». Очень приятно наблюдать, что география конкурса расширяется. На здании детского спортивного клуба «Орленок» в Бидном появилась мемориальная доска, посвященная нашему земляку Дмитрию Зернову. Он добровольцем участвовал в специальной военной операции, имел боевые награды, но летом этого года погиб, выполняя задания. О герое и тех, в чьих сердцах живет память о нем, расскажет Максим Козлов. Несколько десятков человек, общественников, депутатов, местных жителей, спортсменов детского клуба «Орленок», руководства округа пришли в этот день, чтобы отдать дань памяти Дмитрию Зернову, погибшему при выполнении боевого задания во время специальной военной операции. Мемориальную доску, посвященную памяти героя, решили установить именно на здании детского клуба «Орленок» не случайно. Здесь Дмитрий Зернов занимался в юности и вел тренерскую работу до мобилизации, параллельно преподавая в Федюковской школе. На фронте он взял себе позывной «Учитель», так как вся его мирная жизнь до специальной военной операции была связана с работой с детьми. Дмитрий Игоревич, так же, как наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, стойко и доблестно защищал нашу страну. Дмитрий Зернов был кавалером медали за отвагу и ордена мужества. В начале ноября он был посмертно награжден вторым орденом мужества. Его вручили родственникам Дмитрия. Его воля к победе, боль за родную землю станут примером для тех ребят, кто сейчас с оружием в руках защищает рубежи Родины. С Ленинского городского округа у нас действительно много ушло ребят, период мобилизации и до сих пор продолжает уходить. Даже сегодня я отправил двоих человек на военную службу по контракту. Много ребят, которые имеют государственные награды, это ордена мужества, медали за отвагу и другие государственные ведомственные награды. Открыли мемориальную доску временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Эдуарда Радушкин, военный комиссар города Домодедово и Ленинского городского округа Михаил Горданов, отец героя Игорь Зернов и сын Игорь. В минувшие выходные спортсмены-дзюдоисты Ленинского округа и других муниципалитетов Подмосковья почтили память Дмитрия Зернова, проведя соревнования его имени. А потому открытие мемориальной доски еще одно, но не последнее мероприятие, посвященное герою. С предложением открыть мемориальную доску в Совете депутатов Ленинского округа выступили представители фракции «Единая Россия». Таким образом, при поддержке партийцев сохраняется историческая память о героях-земляках. Гордостью людям, администрации за то, что помнят, за то, что вот таким образом чтут память своих героев. А второе чувство – это все-таки чувство гордости за собственного сына. Что вот нам с родными, с близкими, с мамой прежде всего удалось воспитать такого человека, который в трудную минуту презрел жизнь ради други своя. В администрации округа сотрудникам Подольского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области вручили муниципальные награды в честь 150-летнего юбилея службы. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Перед началом церемонии награждения заместитель главного врача Подольского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области Владимир Касьянов рассказал о работе специалистов и главных задачах службы. Всегда говорили, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. И естественно, конечно, мы занимались этими вопросами профилактическими. Преднадзоры были у нас, когда прежде чем что-то строилось, с нами согласовывались. По обеспечению питьевой водой, что ни один объект в свое время не сдавался из жилых домов, когда мы не убеждались, что там обеспечено доброкачественной питьевой водой. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуарда Радушкин за высокий профессионализм и добросовестный труд вручил сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма. В зоне вашей ответственности это решение вопросов безопасного водоснабжения, профилактика и борьбы с инфекционными заболеваниями, организация прививочной работы и многие-многие другие жизненно важные вопросы. Значение вашей деятельности невозможно переоценить, потому что во главе угла всегда стоит охрана здоровья людей. Присоединился к поздравлениям и заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников. 150 лет – это не один день. И опыт колоссальный вы за это время приобрели, и цели задачи, поставленные перед вами, решили. Среди награжденных биолог Валентина Тиханович более 35 лет занимается санитарно-бактериологическими исследованиями пищевых продуктов воды, воздуха, проводит детальный анализ различного биологического материала. Очень благодарна за эту награду, она очень ценна для меня. И хочу сказать еще, чтобы наши достижения были востребованы и приносили пользу. В настоящее время в подразделениях филиала, расположенных в нескольких округах, трудятся 150 специалистов и заботятся об охране здоровья более миллиона человек. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе полицейские привлекли к ответственности более 40 иностранцев за нарушение миграционного законодательства. Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Московской области совместно с коллегами из МВД по Ленинскому городскому округу, а также при поддержке специального полка полиции МВД провели рейд на территории производственно-складских помещений, которые расположены в поселке совхоза имени Ленина. В результате осмотра полицейские обнаружили более 40 нелегальных мигрантов. Регистрация у вас закончилась, срок у вас давно закончился. Пребывание на территории РФ, ни разрешения на работу, ни патентов у вас нет. Значит, вы на территории РФ находитесь незаконно. Почему вы домой не едете? На каждого нарушителя наложили штраф в размере 5000 рублей с последующей депортацией за пределы страны. Девять из них привлекли к административной ответственности. В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции задержали организатора незаконной миграции. Им оказался 62-летний житель Тульской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде. В ЗАГСе города Видное собрались юбиляры, отмечающие 50-й день рождения своей семьи. В торжественной обстановке пары поставили подписи в памятной книге и вновь поклялись друг другу вечной любви. О том, как проходила церемония чествования, расскажет Инга Инчук. В ЗАГСе собрались пары, чьи чувства прошли проверку временем. История любви Татьяны и Алексея Машковых началась на рабочем месте. Юноша пришел на предприятие после армии, а девушка после учебы в техникуме. Это было на работе в колхозе Владимира Ильича. Он водителем работал, а я работала на тепличном комбинате. И вот он увидел, потом он мне рассказал, что он меня увидел, и сразу влюбился. Но я его сразу не заметила. Встретились на работе, понравилась девушка. Впоследствии встретил ее на улице, познакомились. А дальше все как у всех. Не зря 50-летний юбилей бракосочетания называют золотой свадьбой. В долгом браке супруги обретают качество этого благородного металла – мягкость. Они становятся уступчивее и терпеливее друг к другу. Юбиляры поделились секретом своего крепкого союза. Чуть-чуть это подуемся, а потом опять нормально. Он всегда подходил первый. Если мы когда-то ссорились, он всегда подходил первый. Ну и я, конечно, все прощала. Для юбиляров подготовили праздничный концерт. Поздравить их пришел начальник территориального управления администрации муниципалитета Михаил Рассказов. Каждой семье он вручил памятные подарки. Вы сохранили самые главные ценности, которые всегда незыблены. Вы сохранили любовь, семью и верность. Быть вместе долгие годы – это большой труд, а также осознание ценности своих отношений. Ответственность, порядочность. И он, в общем-то, всегда дорожил семьей. Ну, он очень добрый. Он всегда меня очень оберегает, жалеет. Золотым юбилярам вручили свидетельство о том, что прожили они в любви и согласии 50 лет. Пары поставили подписи в памятной книге, закрепив свою любовь. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Виднет-ТВ. Детская школа искусств поселка Развилка часто становится площадкой для проведения различных конкурсов и фестивалей. Одно из традиционных мероприятий – ежегодный конкурс «Времена года», на котором свои способности демонстрируют юные, талантливые исполнители. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В детской школе искусств поселка Развилка состоялся межзональный открытый конкурс «Времена года». В нем приняли участие 120 юных музыкантов. Московская область была представлена несколькими городскими округами. Очень приятно наблюдать, что география конкурса расширяется. Много городов – Домодедово, Балашиха, Москва, Бронница и другие города Московской области присоединяются к этому творческому мероприятию и показывают своих замечательных, прекрасных учеников. Музыканты из Ленинского округа показали свои таланты во всех номинациях. Конкурс собрал исполнителей на народных инструментах – духовых, струнных, ударных, арфе и фортепиано. Я очень рада, что этот конкурс проходит в нашей школе. Мне очень приятно, и я хочу, чтобы таких конкурсов было все больше и больше. Я сегодня выступил с одной замедлялкой, то есть, ну, типа, замедлился в одном месте. А так все хорошо. Участников оценивало профессиональные жюри – известные музыканты и педагоги. Своими коллегами мы прослушали номинацию «Народные инструменты». Очень хочется поздравить всех участников с выступлением. Конечно же, пожелать всем больших творческих успехов и поблагодарить, в первую очередь, педагогов и родителей, которые вкладывают свою душу в детей и в их развитие. При подготовке к выступлению ребята много репетировали и занимались со своими педагогами. Участие в таких мероприятиях позволяет не только подтвердить свой уровень мастерства, но и получить дополнительный опыт. Само понимание, что он участвовал в конкурсе, он преодолел что-то, он готовился, безусловно, формирует сильную и творческую личность, готовую к современному миру. Победители и призеры получили заслуженные награды. Дмитрий Книга, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова